Это была длинная лекция о гауссово-эпидемиальных лекциях. И на той лекции мы выявили много всего интересного, в частности, выявили, что такое формула бенома Ньютона Гаусса. Так вот, сегодня, при помощи тех знаний, я хочу вынести формулу для значения гауссовой суммы. Абсолютно неожиданная, на самом деле, штука. Вы понимаете, казалось бы, комбинаторика, которой занимался гаусс, да? И вещи из теории чисел, вот эти гауссово-суммы, про комплексные числа. Вот оказывается, что они теснейшим образом связаны. Давайте я, во-первых, напомню, что такое этот самый рецепт. Представьте себе, больше всего так сказать. Представьте себе, что у нас есть формула 1 плюс х умножить на у, 1 плюс х на у квадрат, 1 плюс х на у в кубе и так далее, 1 плюс х на у в степени Н. То есть мне нужно будет сейчас, на самом деле, вот именно это. Раскрываем все скобки и записываем в таком виде. Это будет сумма х в ката степени. Понятно, к пробегает значение от 0 до Н, да? Х в ката степени. Дальше, если вы взяли их суккаты, то, ну, по минимуму, первая, вторая, ката и степени у в кубе, да? Поэтому мы пишем в куб в степени к умножить на к плюс 1 пополам. И еще что-то, вот это самое «еще что-то» мы и обозначим, как первое, что-то, вот этот вот способ для введения вот этих самочистей, мы и обозначим число сочетаний из... Итак, вот формула. Значит, смотрим и вспоминаем. 1 плюс х, 1 плюс квадратность и так далее, 1 плюс х умножить на кустик нет. Это вот такая штука. Давайте быстро получим регуентную форму. Потому что нам это очень нужно вспомнить, да? Делается это так. Мы пишем, что вот это, это сумма из n-1 по k-1, x в степени k-1, так далее, умножить на... Нет, лучше пока. Лучше не будет x в степени k. Так, k пробегает значение от 0 до n-1. Так, здесь будет q в степени k. k плюс 1 пола, пока все понятно. Мы вот такое выражение умножаем на 1 плюс x в степени n. Что у нас получается? Ну, умножать на 1, это одно удовольствие. Это получается число сочетание из n-1 по k умножить на x в степени k. q в степени k умножить на k плюс 1 пополам, да? А вот дальше интереснее, дальше интереснее будет сумма число сочетания из n-1 по то же самое k. Да, здесь надо не забывать, конечно, все время куставить, но считается, что мы уже привыкли к этому. x в степени k плюс 1, q в степени k умножить на k плюс 1 пополам. Так, это понятно? И еще на ку в степени n. Что? И еще на ку в степени n. Да, конечно, еще на ку в степени n. Еще плюс 1. Да. Вот, это все понятно. Давайте теперь соображаем. Здесь k бегало от 0 до n-1. Но если здесь взять в качестве k, n, все, оно будет 0. Поэтому совершенно спокойно можно считать, что k бегает на ку в степени n. Просто нулевое слагаемое. Давай. Здесь, а вот здесь выгодно вместо k плюс 1 написать новую букву. Смотрите, что тогда произойдет. Здесь тогда будет вот эта самая наша новая буква. Здесь нет, новая буква минус 1. Здесь будет наша новая буква. n-1 умножить на n. Так, здесь будет n-1 умножить на n. И опять-таки, k пробегало значение от 0 до n-1. Значит, k плюс 1 пробегает значение от 1 до n. Но если вы вместо n подставите 0, будет все равно 0. Поэтому тоже можно считать, что n пробегает значение от 0 до n. Так, отлично. Теперь смотрите. Здесь x в степени l, здесь x в степени k. Значит, мы можем сделать простую вещь. Подправить здесь везде, вместо l написать k. И у нас окончательно получится сумма от 0 до n. Значит, из n-1 по k. Вот, замечательно. Плюс, здесь очень важно. Смотрите, здесь я могу написать так, минус l, а здесь поставить плюс 1. Дело в том, что когда вычитаешь l, как раз из l упала выше. Поэтому здесь, когда я заменю l на k, то будет, собственно, то же самое, что было. А именно, из n-1 по k-1. И еще добавится q в степени n-k. Господа, я вывел галлюкоррентную форму. В прошлый раз на самом деле у нас еще было. Поэтому я сейчас подробно рассказывать себе это больше не буду. Но я ее запишу. Я ее запишу, потому что она нам важна. Итак, число в сочетании из n-1 по k. Это есть число в сочетании Гауссова из n-1 по k. Плюс ху в степени n-k умножить на число в сочетании из n-1 по k. Собственно, если знать, что число в сочетании из 0 к 0 это единица, то по этой формуле вы можете построить Гауссов треугольник и будет выглядеть он достаточно похуже на треугольник Паскаля. Давайте это сейчас сделаем. Я рисую первую строчку, рисую вторую строчку. Нулевая строчка – это первая. Вот это будет один куску. Дальше будет один плюс ку плюс ку квадрат. Вот здесь, смотрите, я умножаю вот это вот на квадрат, прибавляю к этому, получаю один плюс ку плюс ку квадрат. Пишу здесь единицу. Так, вот это уже у меня пошла вторая строка. Теперь третья строка – 1 плюс ку плюс ку квадрат плюс ку куб. Здесь нужно умножить вот это на ку квадрат и сложить сеть. Получится 1 плюс ку плюс 2 ку квадрат плюс ку в кубе плюс ку в четвертой. Здесь будет то же самое. 1 плюс ку плюс ку квадрат плюс ку в кубе. Здесь будет 1. Для того, чтобы разобраться с интересующей нас задачей, а именно найти каусу сумму, оказывается, нужно сделать то, что на первый взгляд к ней не имеет вообще никакого отношения. А именно, надо решить следующую кладачу. Найти сумму от 0 до n минус 1 в степени к умножить на число сочетания из n до k. Дальше. Все видели, что треугольник Гауссу симметричный, то есть из n до k это то же самое, что из n до n минус k. Опять-таки, это в каждой раз все подробно объяснялось. Сейчас я не хочу помнить, как это время. Давайте посмотрим. Вот это выражение будем называть за гранткостью а-н. И считаем. Здесь единица. А нулевое это единица. А первое это 1 минус 1. Это 0. А второе, уже интересно, это 1 минус 1. А третье, это тоже 0. Еще видно, да, вот это берет с плюсом, это с минусом, с плюсом, с минусом. Очевидно. Вот. И а четвертое, здесь уже интересно, смотрите. Единица. Вот у нас как вы что берете? С плюсом, с минусом. С плюсом, с минусом, с плюсом. Значит, смотрите, единичка в результате 1. Дальше Q. Здесь минус Q, плюс Q, минус. Куда? Минус Q. Q квадрат. Минус Q квадрат. 2. Будет Q квадрат, нет 0. Q в кубе. Здесь с минусом, с плюсом. Минус Q в кубе. И Q в четвертой с плюсом. Плюс Q в четвертой. Легко увидеть, что это есть произведение 1 минус Q умножить на 1 минус Q в кубе. Значит, нетривиальные, что называется, результаты у нас дают. А со значком 2n плюс 1, где n, любое целое неотрицательное число, это 0. То есть, какую строчку с нечетным номером вы берите, у нас обязательно будет 0. И доказать это очень легко, просто по этому случаю. Потому что в мире, в строке с нечетным номером, четное количество элементов, и они пойдут плюс-минус, плюс-минус. Просто уничтожить целиком слагаем. А вот с четвертыми номерами ситуация интереснее. А нулевое – это единица. А второе – это 1 минус Q. А четвертое – это 1 минус Q умножить на 1 минус Q в третьей степени. Ну так, внимательно, посмотрев на это, ну или при желании, выписав еще там А6 или даже А8, можно выписать дальше, не советую, потому что совсем большие многочлены, вы придете к выводу, что верна следующая теорема. А с номером 2М – это есть произведение таких вот выражений. Мне нужны все нечетные степени от 1 до 2М минус 1. Значит, я так пишу. К пробегает значение от 1 до М, Q в степени 2К минус 1. Согласитесь, что симпатичная формула. То есть, если нет, то это просто ноль. Если с четным номером, то оказывается такое многочленное. И теперь понятно, как это мы сможем использовать для выражения кауссу суммы. Мы просто интересующие нас значение Q подставим и получим некоторое тождество, и окажется, что это и есть, собственно, кауссу сумма. Поэтому дальше вопрос будет чисто технический. А сейчас мы с вами должны доказать вот это вот тождество. Давайте поймем, собственно говоря, как его, естественно, доказать. Мы должны просто-напросто доказать регулентную форму, что если у нас будет А с значком 2М плюс 2, если нас интересует А2М плюс 2М, то это и есть А2М умножить на 1 минус Q в степени 2М плюс 1. Как только мы с вами докажем вот эту вот формулу, то, собственно, по индукции у нас сразу появится и это. Оказывается, что ничего, что называется, хитрого нет, потому что я сейчас буду пользоваться вот этими вот естественными формулами, только ими. И этого абсолютно хватит. Поехали. Просто-напросто пишем. Единственное, что это слово очень важно, я ее стирать не буду, потому что это, собственно, есть много, куда я подставляю подобное, интересующее нас значение. Что такое А2М плюс 2М? А2М плюс 2М это есть сумма. Давайте я сразу применю вот эту формулу. Подставим вместо Н 2М плюс 2. Минус единица в степени К умножается на число сочетания езда 2М плюс 1 ОК. Это первая часть, К пробегает значение от 0 до 2М плюс 1 ОК. Вот, отлично. Откуда это номер? Потому что для нечертого числа это номер. Плюс сумма сочетания единица в степени 2М плюс 2, да, минус К умножить, так, здесь в степени, я уже устал написать эти кушки, считается, что все уже и были. Нет, здесь не нужно, здесь не нужно, я так же отисбытки чуть-чуть написал. Так, здесь что будет? Из 2М плюс 1, правильно? По К минус 1. Так, замечательно. И здесь РК пробегает значение от 1 до 2М плюс 2. Так вот, ребята, повторяю, это 0. А поскольку это 0, то вот на самом деле меня интересует только вот это выражение. Давайте сейчас его перепишем, изменив индекс суммирования букву К, заменим на, не знаю, L плюс 1. В таком случае получится форму АМ плюс 2, это есть сумма, L прибегает значение от 0 до 2М плюс 1, К в степени 2М плюс 1 минус L. А здесь стоит число сочетаний из 2М плюс 1 по L, правильно? Правильно. Вот я напишу так, из 2М плюс 1 минус L. Я воспользовался вот этим вот соотношением. Потому что мне же сейчас фактически нужно перейти от 2М плюс 2 строки к 2М строке. Я уже перешел к 2М плюс 1, мне нужен еще один переход. Так вот, мне выгодно сейчас расписать таким образом вот эту вот формулу. Ну, или можно было вспомнить, что у нас была такая же формула, чуть-чуть написанная. Давайте так сделать, так как я сейчас, мне кажется, так непонятнее. Ну, я тебе, я тебе тоже. Итак, 0 меньше или равно, L меньше или равно, чем 2М плюс 1. Q в степени 2М плюс 1 минус L. Это понятно, да? Здесь, что у нас здесь? Число сочетаний из 2М по 2М плюс 1 минус L. Так, написал. Плюс такая же сумма. 0 меньше или равно, L меньше или равно 2М плюс 1. То же самое Q в степени 2М плюс 1 минус L. Так, а вот здесь очень важно, ребята. Смотрите, разность их это Q в степени L. Поэтому вот то, что здесь написано, это и будет как раз сейчас у степени L. Ради этого мы делаем, чтобы они объединились и дали мы у степени 2М плюс 1. Вот, умножить на число Гауссова из 2М по 2М минус L. Давайте теперь думать, что же у нас есть. Вот, я утверждаю, что здесь Q в степени 2М плюс 1. Так, Q в степени 2М плюс 1 мы умножаем на самом деле. Ребята, а вы понимаете, что я все это время минус 1 степени К не писал? А я все это время собрал знак. То есть здесь я радостно его... А дальше я же его должен был носить с собой. Я же его должен был все время носить с собой. Минус 1 в степени К. Так, дальше смотрите. Если я сделал замену на минус 1, то это будет минус 1 в степени L. Согласны? Ну, такое. Замечательно. Значит, здесь у нас минус 1 в степени L. То же самое с минусом, да? Здесь у нас опять-таки минус. И здесь у нас, господа, опять-таки минус 1 в степени L. Теперь надо дойти и сказать, что мы решили задачу. На самом деле, господа, я почему степенус ставил? Потому что я помнил, что у меня должен был быть минус 2 в степени 2M плюс 1. Вот когда это уберете, как будет называться эта сумма? Ну, M плюс 1 бессмысленно, потому что здесь все равно будет 0. Как будет называться эта сумма? Число сочетания из 2M по 2M мин мин минус L умножить на минус 1 в степени. Что это такое? А поделение, вспоминайте. А2M? А? А2M? Это просто-напросто. Ну, давайте я еще раз перепишу. Значит, сумма. Число сочетания из 2M по L умножить на минус 1 в степени L. L бегает от 0 до 2M. Еще раз. Это что? Вот это вот. Это А2М. Понятно? Отлично. Если вы сейчас сумеете понять, что вот эта сумма на самом деле равна А с индексом 2M, то у нас получится ровно то утверждение 5-напросто. Потому что здесь А2М минус Q в степени 2M плюс 1 умножить на А2М. Понимаете, где я? Значит, мы смотрим сюда. Что бы такое могло быть? Обозначу новой буквой 2M плюс 1 минус L. Тогда понятно, что знак изменится. Обозначим новой буквой, но Q в степени у нас и все равно останется. На самом деле... Но знак уже изменится. А после этого подставим... Вы, конечно, прав. Действительно, для того, чтобы понять вот эту штуку, наверное, лучше действительно обозначить вот это вот выражение 2M плюс 1 минус L какой-то новой буквой. И давайте попытаемся... Дело в том, что это совсем очевидно, но давайте попытаемся выписать это, чтобы совсем все понимали, следующим образом. Следующим образом. Я знаю, что А с индексом 2M плюс 1 это 0. Все согласны? А 2M плюс 1 это 0. Отлично. Меня интересует сейчас, как здесь написано, такая сумма. Меня интересует такая сумма. Давайте это... Давайте это напишем следующим образом. сумма Q в степени 2M плюс 1 минус L умножить на число сочетания из 2M по 2M плюс 1 минус L. Так вот, господа, вопрос, где эта самая сумма, что называется, могла еще быть? Ответ. Ответ. Вот у нас есть соотношение. Давайте вместо N возьмем 2M плюс 1. Сейчас все увидите. Вместо N вот в этом соотношении возьмем 2M плюс 1. Тогда у нас здесь есть Q вот в этой степени, да? Декурентное соотношение подставить в A от... Ну, A2M плюс 1. Да. Ну, 0 равно там сумма без Q минус сумма с Q. Хорошо. Я просто напишу. Значит, A2M плюс 1 это 0, да? А, смотрите, смотрите, и еще важно, чтобы вот этот Q в степени... Я пишу, что пишу. Ну, да. 2M плюс 1 по Q. Q пробегает значение от 0 до 2M плюс 1, да? На минус 1 в степени Q. На самом деле у меня сейчас просто есть проблема с местом. Слушайте, а может я это задумываю, потому что в этот уже все верят? В этот уже все верят? Так, теперь применяем вот то соотношение. Это будет наша сумма из 2M по Q. Нормально. Умножить на минус 1 в степени Q. Вот здесь Q пробегает значение от 0 до 2M, потому что дальше не смысл. Вот, плюс сумма Q в какой степени? Сейчас это важно. Q в степени 2M плюс 1 минус 1. Согласно? Дальше. Число сочетания из 2M по 2M по 2M. Нет, по К минус 1. По К минус 1. У нас там так написано. К пробегает значение, на этот раз от 1 до 2M умножить на минус 1 в степени К. Вот. Это равно 0. Это равно 0, да. Это мы знаем. Поэтому минус сумма минус 1 в степени N на Q в степени 2M плюс 1 минус L на 6 шай. Ну, вот эта штука, вот эта сумма, это по определению A2M. Правильно? Вот это, это вот, вот это, в точность A2M. Значит, если мы сейчас с вами поймем, что вот это выражение равняется вот тому со знаком минус, то все будет сделано. У вас там в точности это написано. Просто число сочетания из 2M по К минус 1, это то же самое, что число сочетания из 2M по 2M плюс 1 минус К. Так. Вот в это я верю. Да. Ну, а это и есть то самое. Просто надо перенести сумму последнюю в другую часть. В другую часть перенести сумму, и тогда там будет знак минус. Да. И это тот самый знак минус, который стоит вот здесь. Так, Ульяна, поняли? Да. Ну, все, это так преодолено. Теперь, ну, во-первых, мы доказали эту сумму, которая сама по себе симпатична. Потому что, согласитесь, вдруг узнать, что вот это вот произведение, это не что иное, как из комбинатории такая штука, это что-то довольно неожиданное. Вот, но сейчас нужно вспомнить, что такое вообще галочку сумму. Спасибо. 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 Спасибо.